Драгоценное, приветствую вас! Сегодня мы поговорим о зеркале славы, о котором пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 3 главе, с 14 по 18 стих. Умы их, ослепленные бы то же самое покрывало, до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Драгоценное, мы с вами обратились к Господу, мы приняли Его своим Господом и Спасителем. Это покрывало, оно снято, поэтому сделайте пророческое действие, это покрывало снятого имя Иисуса Христа. И пришла свобода, как здесь дальше идет продолжение, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Поэтому первое, давайте поговорим о покрывании. Прежде чего, что это покрывало? Святое Писание говорит, это плоть Иисуса Христа, которая пострадала за нас, которая была разорвана для того, чтобы мы с вами могли увидеть в себе, как храм Духа Святого, как это говорит 2 Кориничная 6 глава и 1 Кориничная 6 глава, эта завеса, она разодралась для того, чтобы, согласно евреям 10 главе, мы могли пройти путем новым и живым во внутреннейшее, за завесу, там где Святой Святых, там где сердце Отца, там где настоящий дом, там где наше место, откуда мы пришли с Иисусом Христом, куда мы пойдем, и там где мы сущие, там где наше место жительства драгоценное, это просто бомба дорогие, аллилуйя. Поэтому, дорогие, и вот когда мы с вами смотрим на эти вещи, то тогда мы, смотря на славу Господню, которая в зеркале, мы с вами должны принять тот же самый образ, как не перстного человека, а как небесного, о чем говорит 1 Коринфянам 15 глава, которую мы с вами прочитаем с 47 по 49 стих. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба, каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носим образ перстного, точнее носили здесь написано, будем носить и образ небесного. О чем это говорит? Это говорит о том, что если Иисус Христос, Он хлеб жизни, то и мы точно так же для людей вкусный хлеб жизни, который, если они будут есть, то они будут спасены, они будут жить, они будут иметь силы. Почему? Потому что это же не просто хлеб, потому что мы носим в себе Иисуса Христа. Мы с вами, Христос, пришедший во плоти, мы с вами так же Дух Животворящий, как написано о Духе Святом, потому что в нас сила жизни и там, где не ступили ноги наши, мы несем жизнь, мы несем исцеление, мы несем преуспевание, мы несем победу во имя Иисуса Христа. И как Иисус Христос, Он сказал, я и Отец одно, так и мы можем сказать, я и Христос одно. Но я Христос во плоти. Поэтому, когда мы смотрим с вами на духовное зеркало или в духовное зеркало, то мы смотрим не для того, чтобы обнаружить в себе, что что-то с нами не так. Но как точно так же в скине это было у умывальника, омываясь, мы должны были смыть себя. Вот эти, понимаете, старые шаблоны перстного человека, для чего? Для того, чтобы увидеть себя так, как смотрит на нас Бог и как говорит о нас Святое Писание. Чтобы нам соответствовать Христу из зеркала славы. Мы смотрим в зеркало на Иисуса Христа и видим себя. Понимаете, мы смотрим на Христа и видим себя. Значит, все, что говорил о себе Иисус Христос, то ты это же самое и есть. Это просто бомба. Во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы мы с вами отождествились с этими вещами. И ходили в силе, ходили в победе и смотрели на себя, как на Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Аминь.